Городскими властями еще в 2014 году была принята программа по социально-бытовому улучшению, говоря попроще, по установке общественных туалетов. Эти туалеты должны отвечать европейским образцам. То бишь в туалетах, то что сейчас устанавливается, уже есть вода, туалеты все канализированные, горячая вода. Соответственно, в туалете находится все необходимое, бумага, сушилки. Было принято решение городскими властями. В центре города платные, по трассе здоровья у нас установлены, скажем так, прибрежная зона, бесплатные. Я так думаю, что это очень правильное решение, потому что пусть люди ходят бесплатно, чем ходят где-то рядом к какому-то дереву или еще чего-то. Поэтому трасса здоровья бесплатная, в городе платная. Работают круглый год. Единственное, что изменяется режим работы, учитывая то, что зимой наплыв меньше, ну, соответственно, гуляют людей меньше. Работают в зимнее время, они работают с 8 до 8. А в летнее время, учитывая, что люди приходят с работы, хорошая погода, ходят гулять, они работают до 9-10, в зависимости от расположения туалет. Чтобы установить такой туалет, значит, необходимо, чтобы были все коммуникации рядом. Потому что, как мы поставили туалет на трассе здоровья, а потом приходится за полтора километра тянуть кабель к нему для подключения электричества, это проблематично. Поэтому в центре города, в историческом центре города, место очень сложно найти. Это раз. Во-вторых, коммуникации. Тоже сложности с коммуникацией. Поэтому перед тем, как установить туалет, мы всегда, скажем так, согласовываем. В первую очередь, с нашими жильцами, которые рядом есть. Второе, архитектура. Ну, соответственно, то, что ближе. Горзелин, Трест, все наши службы городские участвуют в установке. Правда, есть некоторые нюансы. Вот могу рассказать. Сквер Прохоровский. Когда мы пришли, опросили, да, нужен туалет. Нету там туалета. Нужен туалет. Когда установили его, ну, грубо говоря, поставили туалет, не делали еще подключений, люди приходили, скажем так, нелестно отзывались, что это такое, зачем здесь надо, оно будет вонять, оно будет все. Сейчас зайдите в сквер, все говорят большое спасибо. Он чистый, не воняет. Я же говорю, горячая вода, холодная вода. И хочу обратить внимание, да, да, хочу обратить внимание, что все туалеты, которые устанавливаются с 2014 года, мы их уже установили 18 штук по городу, все они с кабинками для людей, да, для колясочника, с ограниченными, да, людьми с ограниченными физическими возможностями. Там специально мы приглашали совместно с представителями мэрии, приглашали общество инвалидов, рассматривали. Кроме того, что есть все в строительных нормах, мы еще, как говорится, делали экспериментальный, приглашали колясочников смотреть, как они там разворачиваются, въедет, не въедет, и какой размер должен быть въезд, какой размер должен быть там до умывальника, высота и все это самое. Это все соблюдено. По решению городского головы у нас необходимо установить до 2019 года 31 туалет. Значит, 18 мы установили вчера, 19 ваши коллеги снимали его открытие, 19 установили, и еще в этом году планируется, четко планируется еще установить 3 туалет. Когда проходит мероприятие, мы прекрасно понимаем, что 2-3 кабинки, 7 кабинок, они не справятся с многотысячными посетителями. Поэтому дополнительно устанавливаются биотолеты. Но это временная установка во время проведения массовых мероприятий. Указатели мы устанавливаем. Плохо, конечно, что люди забирают их себе, не знаю зачем. Да, срывают. У нас было даже здесь, было срывают. Устанавливаем указатели, и сейчас с департаментом культуры и спорта разрабатывается программа, чтобы на картах города были специально указаны места, где находятся туалеты. До установки наших туалетов вышло это распоряжение. Распоряжение городского головы о том, что человек, любой человек, который ходит, гуляет по нашему городу, он может спокойно зайти в любое кафе, в любое общественное заведение и воспользоваться туалетом.